Еще раз доброе утро, уважаемые коллеги. Итак, мы будем говорить о ВРАФ-ингибиторах в лечении митостатической меланомы. Сегодня уже Евгений Науч много коснулся этого вопроса. И у меня сразу вопрос к аудитории. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто имеет опыт применения препаратов для лечения этих пациентов? Раз, два, три. Три. Ну, опыт у нас небольшой. И, как уже сегодня Евгений Науч говорил, и вы, наверное, знаете, весь мир уже применяет не монотерапию, а комбинированную терапию. Но, тем не менее, возможности у нас, конечно, ограничены. И поэтому мы начнем сегодняшний разговор о таргетной терапии, монотерапии. Итак, на сегодняшний день известны два препарата. Они зарегистрированы в Российской Федерации. Это Веморофенип и Доброфенип. Эти препараты работают прямо направленные, имеют направленное действие только у тех пациентов, которые имеют мутацию в БИРАФ. Если нет мутации, назначать данный препарат нельзя. Давно ли известно о мутации в БИРАФ? Давно. В 2002 году первые были результаты о том, что существует такая мутация. Причем соотношение частоты наличия этих мутаций, они разнились от 40 до 60%. И, как уже сегодня говорилось, наиболее частая мутация – это мутация ВИ-600Е и ВИ-600К. Есть еще другие редкие мутации, но они встречаются намного реже и диагностируются сложнее. Бывают ли эти мутации, брав мутации при других локализациях, да, имеют место быть при других опухолях. Это при раке яичников, при колоректальном раке, раке щитовидной железы. Но самое, наверное, актуальное место, которое сейчас занимает изучение этого вопроса – это наличие этих мутаций при метастатической меланомии. И еще раз обращусь к статистике. На сегодняшний день то эпидемиологическое исследование, которое было проведено в Российской Федерации с включением более тысячи образцов больных с меланомой, подтвердило, что 60% пациентов, 61% пациентов в нашей стране имеют мутацию БИРАФ. Если посмотреть по возрастным категориям, обратите внимание, что молодой контингент пациенты, те, которые моложе 40 лет и имеют наибольшую частоту, достигающую 80%. То есть мы знаем, что если пациент к нам пришел молодой, то, скорее всего, он будет иметь мутацию БИРАФ. Но без подтверждения этого анализа назначать препарат нельзя. Итак, в норме сигнал поступает от поверхности опухолевой клетки к ядру опухолевой клетки через вот эти протеинки НАЗА. Что такое БИРАФ? Это протеинки НАЗА, через которые проходит этот сигнал. Если есть мутация, то идет непролиферированная, неконтролируемая пролиферация, и таким образом идет устойчивость к апоптозу, опухолевая клетка размножается и дает дальнейший рост. Если же мы применяем ингибиторы БИРАФ, то происходит блокада передачи сигнала к ядру, и таким образом мы блокируем пролиферацию неконтролируемую и тем самым прекращаем выживаемость опухолевой клетки, что ведет к ее гибели. Какие же больные должны больше всего реагировать на БИРАФ-ингибиторы? Вот посмотрите, вот этот слайд достаточно красноречиво свидетельствует. Наибольший ответ, конечно, у пациентов, которые имеют БИРАФ-мутацию и получают соответствующую терапию ингибиторами. Если же пациент имеет мутацию и получает химиотерапию, у него общая выживаемость значительно ниже по сравнению с другим контингентом пациентов. Разница достаточно, видите, существенная. Я смотрю, вот доктора, которые сидят более отдаленно, наверное, плохо вам видно. Может быть, нам как-то отодвинуть стулья? Нет? Нормально? Читаете, да? Наверное, первым вот этим нашим стульям нужно как-то отодвинуться. Первый, да. Хорошо. Итак, первые исследования, которые были проведены, препарат тогда виморфенип еще назывался ПЕЛИ-4032, он не был еще зарегистрирован. И первые, конечно, вот эти вот исследования, они были ошеломляющие. 80% эффекта при метастатической меланоме. Меланоме ранее таких эффектов, конечно, никогда не наблюдалось. Как видите, объективные ответы, подтвержденные на компьютерной томографии, при позитронно-эмиссионной томографии подтвердили, что препарат работает. Причем, посмотрите, это первая фаза исследования была. Первая фаза исследования, знаете, что это такое? Это когда препарат начинает использоваться у пациентов после применения на животных, когда еще определяется только доза препарата. Тем не менее, вот на первой фазе получили 80% эффектов объективных ответов, что послужило основанием для проведения дальнейших исследований. Было проведено несколько исследований. Основной регистрационной – это БРИМ-3, когда сравнивалась терапия виморофенибов с золотым стандартом, химиотерапия с декорбозином. И еще было исследование уже пострегистрационное, которое определяло безопасность препарата. Исследование это достаточно многочисленное было. Было 3000 пациентов. И вот в это исследование как раз и были включены несколько российских центров, в том числе и мы участвовали в этом исследовании. БРИМ-3, очень коротко, то исследование, на основании которого регистрация препарата произошла, сравнивали в первой линии, что лучше работает – виморофениб или декорбозин, два рукава. И что показало данное исследование? Если посмотреть общую выживаемость, то впервые было достигнуто увеличение общей выживаемости пациентов с метастатической меланомой. Общая выживаемость превысила один год. И она была на 4 месяца выше, чем общая выживаемость у больных на лечение декорбозином. Безрецидивная выживаемость выше на 5 месяцев. И она, как вы видите, равнялась почти 7 месяцев. Но данное исследование, конечно, подтвердило, что да, препарат работает. Объективный ответ в 6 раз выше при лечении, при применении виморофениба по сравнению с декорбозином. И работает или нет препарат при других мутациях, например, при мутации ВИ-600К. Да, препарат также работает. Несколько ниже объективный ответ. Но, тем не менее, общая выживаемость и безрецидивная выживаемость значительно выше у пациентов, которые получали виморофениб, нежели декорбозин. Таким образом, препарат был зарегистрирован. Виморофениб стал первым препаратом, берав ингибитором, который доказал свое преимущество в общей выживаемости у больных с метастатической меланомой. В 2011 году он был одобрен FDA, в 2013 году в нашей стране через 2 года. В настоящее время он есть на российском рынке. И применяется он парорально, как вы знаете, по 960 мг, 2 раза в сутки. Препарат, посмотрите, показания какие-то. Во-первых, это взрослые пациенты. У детей исследование не проводилось. Это должна быть неоперабельная или метастатическая меланома. И обязательно пациенты должны иметь мутацию БИРАФ. Еще раз подчеркиваю, это, к сожалению, были случаи, когда без определения мутации больным назначали препарат. И длительность лечения, как всегда, в общем-то, длительность до прогрессирования или непереносимой токсичности. И что еще хочется ответить, что, конечно, препарат работает достаточно быстро. Начинает буквально с первых дней применения, начинают уходить симптомы заболевания, уменьшаются размеры опухоли, улучшается общее состояние пациента. И мы видим и на практике. Вот эта картинка из интернета, да, очень выраженная на 15-й неделе терапии виморофенибом, выраженный клинический ответ. А мы встретились с таким синдромом воскрешения Лазаря. Это библейский такой сюжет. И вот наш пациент. Пациент, который получал лечение уже не одну, не две линии лекарственного лечения. Причем у него, что характерно, было достаточно тяжелое состояние. Больной находился большую часть времени в постели. И ту терапию, которая раньше проводилась, ему она была неэффективна. Как видите, через месяц после начала терапии, брав ингибитором, который он приобретал самостоятельно, отмечался выраженный эффект. Причем эффект наблюдался достаточно быстро, буквально через 3-5 дней от начала приема лекарства. Эффект Лазаря, то есть вот библейский сюжет, встань и иди, также у нас вышло у пациентов. Наверное, такие же наблюдались эффекты у больных с аденокарциномой легкого, когда они применяли РС, буквально через несколько дней у больных уходила одышка, улучшалось общее состояние, и было очевидно, что препарат работает. Вот также и вот эти препараты, эти таргетные препараты, они работают быстро. Их начало эффективности можно наблюдать уже буквально через несколько дней. И вот еще один пациент, у которого через 5 дней от начала приема веморофениба наблюдается оккупирование болевого синдрома, до этого он принимал тромодол, и через 4 недели у него и начинают исчезать очаги. Эффект сохранялся более 2-х лет. Я думаю, что те доктора, которые сегодня здесь присутствуют, может быть, нам расскажут еще о своих примерах, когда использовали препарат в более продолжительное время с хорошим эффектом. Средняя медиана продолжительности ответа – где-то 6-7 месяцев приема. У нас несколько есть пациентов, у которых наблюдался длительный ответ более 2-х лет. И вот этот объективный ответ также у пациента наблюдается при объективном обследовании, при компьютерной томографии и магниторезонансной томографии. Следующий препарат – это Доброфениб. Доброфениб был зарегистрирован в 2013 году у нас в стране. Он тоже есть в аптечной сети. Его можно заказывать и назначать препаратом. В общем-то, эти препараты, как уже Евгений Науч говорил, они по своему действию абсолютно идентичны. Он является тоже БРАФ-ингибитором, тоже применяет с амбулаторно. Может применять с амбулаторно, не нужно больного госпитализировать. Единственное, конечно, нужно предупреждать о возможных осложнениях и держать с больным контакт. Доза несколько уже другая. По 150 мг он наблюдает, назначается два раза в сутки. И показания то же самое – нерезиктабельная или метастатическая меланома. Также с мутацией в гене БРАФ ВИ-600. Длительность лечения также до прогрессирования и непереносимой токсичности. Опять же, этот препарат зарегистрирован для взрослых пациентов. Исследования, которые были проведены и подтвердили его эффективность, также сравнивалось БРЭК-3. Это эффективность доброфениба против стандарта золотого, который существовал и в мире, и сейчас у нас ранее существует. Это докорбазин. Сравнивались два рукава. Единственное, что здесь было, еще проведен кроссовер. То есть те пациенты, которые не имели эффективности прогрессирования на докорбазина, они переходили в группу лечения доброфенибом. Ну и то же самое, посмотрите. Эффективность, конечно, здесь очевидна. Кривые по медиане без прогрессирования, они расходятся. И доброфениб имеет медиану времени до прогрессирования на 4 месяца выше по сравнению с химиотерапией докорбазином. Ответ на терапию. Здесь, обращая внимание, на докорбазине несколько выше, чем обычно, 19%. Но здесь, конечно, уже влияние кроссовера. Эффективность доброфениб – 59%, причем 9%. У 9% наблюдается полный регресс опухоли. И общая выживаемость. Общая выживаемость в монотерапии подтвердила эффективность против докорбазина. Как видите, 20 месяцев равнялась. То есть уже приближается к 2 годам. Вот и были данные о использовании доброфениба уже в течение 3 лет. 3-летняя выживаемость. Как видите, опять медиана общей выживаемости. Так и сохранялась 20 месяцев. Ну, почти 2 года. Достаточно большой срок. Повторяю, это касается монотерапии. И возникает, конечно, всегда вопрос, каким же пациентам назначать. У кого мы будем больше ожидать ответ. Это не значит, что кому-то нужно отказывать в лечении, если больной имеет бравмутацию. Но все-таки вот какие факторы имеют значение. Первый фактор – это, конечно, ЛДГ. Если вы посмотрите рекомендации, то этот фактор лактат-дегидрогеназа является фактором, который уже внесён как фактор наихудшего прогноза при метастатической меланомии. И он используется в стадировании. Используется уже более 15 лет. Конечно, мы учитываем распространённость опухолевого процесса, скорость роста опухоли, есть или нет поражения головного мозга, количество очагов и общее состояние пациента. Но, тем не менее, посмотрите, да, если у пациента повышенный уровень ЛДГ, то общая выживаемость у этих пациентов на 14 месяцев почти больше, чем на год, выше по сравнению с теми пациентами, у которых… То есть у тех пациентов, у которых нормальный уровень ЛДГ, у них общая выживаемость на 14 месяцев больше у тех, у которых повышенный уровень. Конечно, мы можем предположить, если пациент приходит такой на приём с выраженным… с нормальным уровнем ЛДГ, небольшим опухолевым конгломератом или небольшим опухолевым распространением процесса и наличием мутации, то ожидаемая эффективность его достаточно должна быть высока, и медиана общей выживаемости может приближаться к максимальным цифрам. Опять же, общее состояние пациента, ЭКОК, также если пациент в удовлетворительном состоянии, ЭКОК будет равняться 0-1, то общая выживаемость выше на 9 месяцев по сравнению с теми пациентами, которые находятся в тяжёлом состоянии. И несколько слов о поражении головного мозга. Часто или нет, мы видим этих пациентов. На самом деле, их намного больше, чем мы встречаем, наверное, при обычном приёме. На аутоопсии число пациентов с поражением головного мозга достигает 70% случаев. На самом деле, в клинике мы видим где-то у половины пациентов, у третьей, может быть, пациентов. И, наверное, наши пациенты стали доживать до поражения головного мозга. Мы чаще стали, может быть, диагностировать и лечить этих пациентов. Во всяком случае, в последнее время это не стало абсолютным противопоказанием к тому, чтобы больного не лечить. Мы лечим этих пациентов наравне и с другими пациентами. Естественно, это худший прогноз. У них, с другой стороны, низкая ожидаемая эффективность химиотерапии. И брав ингибиторы у этих пациентов работают или нет, работают у этих пациентов. И это доказало исследование. Как видите, исследование эфеморфениба показало, что препарат работает. И если присовокупить и стабилизацию процесса, что тоже немаловажно у пациентов, имеющих поражение головного мозга, то общий ответ будет равняться 80%. Ответ, конечно, неплохой. И также вот на кривой, если мы посмотрим, общую выживаемость у пациентов, которые имеют поражение головного мозга, она ниже на 8 месяцев по сравнению с теми, кто не имеет. Но тем не менее медиана равняется почти 8 месяцев. И доброфениб. Второй препарат работает или не работает при поражении головного мозга? Да, работает. И для этого было проведено клиническое исследование достаточно большое. Оно включало в себя 172 пациента. И посмотрите, те пациенты, которые имеют поражение головного мозга, более трети отвечают на лечение доброфенибом в монорежиме. Причём ответ здесь разнится ещё от того, что получал ранее лечение пациент или не получал. Те пациенты, которые не лечились раньше ещё, то у них объективный ответ наблюдается практически в 40% случаев. И ещё раз подтверждение того, что два препарата почти зарегистрированы одновременно, и механизм их действия одинаков. Они схожи в своём действии, они эффективны оба. И вот этот слайд достаточно хорошо характеризует. Посмотрите, выживаемость без прогрессирования. Кривые практически идентичны, что у доброфениба, что у виморофениба. И объективный ответ практически одинаков. Он равняется 50% в монорежиме по сравнению, конечно, с химиотерапией декорбозином. Здесь даже не вызывают сомнения. Эффект декорбозина 5-6%, почти в 10 раз меньше. И, конечно, безусловно, появление новых препаратов нашло отображение и в рекомендациях. Я не стала здесь приводить рекомендации НССН, где уже чётко прописано, что применение BRAF-ингибиторов в таргетной терапии должно применяться в комбинации, не в онорежиме. Но вот это рекомендации Русско-нашего российского общества клинической онкологии 2016 года. И, как видите, определяется, что оптимальным лечением для пациентов, которые имеют активирующую мутацию BRAF-V600 является назначение препаратов из группы BRAF-кинас, вимброфениба или доброфениба, а также их комбинации с ингибиторами МЕК. Лечение проводится, ещё раз повторяю, до прогрессирования или до непереносимой токсичности. И третий абзац говорит, что если у нас нет возможности применения данных препаратов или наличие противопоказаний к их использованию, могут использоваться стандартные режимы химиотерапии, о чём сегодня докладывала Дилараум Хамидовна. То есть химиотерапия у нас остаётся стандартным методом лечения у больных, у больных лечения метастатической меланомы, в том числе и без мутации, и тем пациентам, о которых я уже говорила. И коротко ещё скажу, что если больные имеют цикит-мутацию, для них показано применение имотиниба. Таких пациентов немного. У нас в 2017 году лечится достаточно неплохо двое сейчас пациентов. Объективный ответ их будет подтверждён, сейчас объективными данными, но частичный регресс отмечается у этих пациентов. Но обращаю своё внимание, что в аннотации, которая написана к имотинибу, не внесена до сих пор ещё строчка о возможном применении при метастатической меланоме. Поэтому, имея таких пациентов, я думаю, здесь уже нам нужно будет назначать препарат, комиссионно или консилиумы, чтобы не было вопросов в порядке чисто организационном. Потому что вы знаете, что сейчас всё чётко должно быть регламентировано. И, конечно, определять барафунтацию, нужно уже сегодня, Евгений Наумович ещё раз подтвердил, и на практике, только в сертифицированных лабораториях. Без определения этой мутации назначать препарат нельзя. Ну, таким образом, безусловно, наверное, ни у кого сегодня не возникает другого мнения, что таргетная терапия – это свет в конце туннеля, который появился, и у тех пациентов, у которых есть показания, есть наличие мутации, это возможность лечить этих пациентов. Но определять мутацию нужно обязательно, и, конечно, наличие мутации позволяет прогнозировать ответ и назначать препараты, которые наиболее эффективно будут действовать. Ну, и в заключение хочу сказать, мы очень ждём, что у нас наступит наконец-то весна, а потом сразу лето. И надеемся, что, несмотря на плохую погоду, наш город порадует вас своей красотой, своей непредсказуемостью. Поэтому мы очень рады вас видеть, наши уважаемые коллеги в нашем городе. Спасибо за внимание. Светлана Анатольевна, я бы хотел вернуться к теме нашей школы. Лечение лекарственной терапии меланомы. Мы плавно перешли к разговору о лечении метастатической меланомы кожи. Меня интересует ваше мнение по поводу, когда необходимо хирургу подключать к лечению меланомы химиотерапевта. Это первый вопрос. Второй вопрос. Наша область активно сотрудничает сейчас именно с Институтом Петрова. И рекомендации химиотерапевтов из Института мы, конечно, стараемся выполнять. Но поймите, возможности тоже не всегда есть назначать данные препараты. А ссылка на третий пункт в ваших рекомендациях, если бы она просто звучала именно для ряда пациентов, например, более возрастных, да или там, где, ну, можно обойтись без назначения таргетных препаратов, давала бы нам возможность обоснованно назначать другие виды лечения, когда нет возможности провести именно таргетную терапию. Вот эти вот два вопроса. Уважаемый коллега, будьте добры, еще раз напомните, вас зовут. Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, очень приятно, да. Уважаемый Виктор Николаевич, когда хирург должен приглашать химиотерапевта? Первое. Назначение азиумантного лечения, да или нет. Существуют определенные стандарты, когда определено, когда нужно назначать или нет. То, что касается таргетной терапии, она не назначается на сегодняшний день в азиумантном режиме. И вы это должны помнить. К сожалению, есть пациенты, которым назначали. Значит, есть прописаны абсолютно факторы прогноза и неблагоприятные факторы, делятся на промежуточные и неблагоприятные группы, когда именно назначается. Но в основном идет иммунотерапия. То, что назначается обычно пациентам, это иммунотерапия реоферонами, реоферонами и интерферонами. У нас в Российской Федерации придерживается лечение невысокими дозами по 3 миллиона 3 раза единиц. В Америке это стандарт высокие дозы применения препаратов. И на сегодняшний день было одобрено применение эпилюмумаба в группе неблагоприятного прогноза, причем в дозе по 10 миллиграмм на килограмм веса. Доза очень большая. Обычно применяется эпилюмаб в лечебной практике по 3 миллиграмма на килограмм веса. Я не знаю, насколько будет данная позиция, данная опция введена в практику, но можно сказать, что 50% пациентов не смогли участвовать в дальнейшем проводить лечение из-за выраженной токсичности. Это то, что касается азювантного лечения. То, что касается метастатической формы. Есть пациенты, которые у хирургов бывают распространения с местно распространенным процессом, которые требуют дальнейшем и лекарственного лечения. Да, здесь можно подключаться. И в зависимости уже от того, есть ли у больного мутация, БИРАФ или нет, плюс скорость роста опухоли и, конечно, возможности обеспечения. То, что происходит у нас в стране с обеспечением, поверьте мне, нам объяснять не нужно. И на сегодняшний день Санкт-Петербург не является самым богатым городом в стране. К сожалению, у нас получают в БИРАФ-ингибиторы единицы пациентов. Мы рекомендуем, мы пишем рекомендации, но рекомендации не являются обязательными. Плюс, прежде чем назначать дорогостоящие препараты, мы обязательно обговариваем с пациентом. И если пациент позволяет, теперь нужно разрешение пациента иметь с его родственниками, насколько есть возможности у семьи помогать в приобретении того или другого препарата. Поэтому этот вопрос достаточно ёмкий и неоднозначный. И то, что иногда мы пытаемся своими силами чисто врачи решить эту вопросу, я думаю, что мы эти вопросы с вами всё равно не решим. Потому что стоимость лекарств, она становится бастословной. И поверьте, она становится очень трудоёмкой и для других стран. Фармакоэкономические исследования проводятся во многих странах. И не зря же проводятся исследования по возможным факторам, на которые можно опереться при назначении того или иного препарата. Плюс поиск маркеров. Маркеров, например, в иммуноонкологии. То, что вот сегодня начали касаться PD-L1. Для меланомы пока такого маркера не существует. Кроме таргетного терапии, то, что мы сказали, V600E. Поэтому согласна с вами абсолютно. Плюс, что хочу сказать ещё. Химиотерапия. Мы не зря сегодняшнее заседание начали с доклада о месте химиотерапии в лечении метастатической меланомы. Когда мы спрашиваем наших зарубежных коллег о том, применяют ли они химиотерапию, они с недоумением смотрят на нас и говорят нет. Однозначно говорят, Шехтер сказал в Израиле, что они уже более двух лет не применяют химиотерапию, не применяют её во Франции только в некоторых случаях. Но мы не будем обсуждать действия и возможности наших коллег. Мы работаем в нашей стране, и мы должны понимать, как мы можем лечить этих пациентов. Но то, что появилась эта возможность, и часть больных всё-таки получают это лечение, это есть однозначно. Да, это единицы по регионам. Мы ездим, мы видим. Но эти пациенты есть. Эти пациенты есть, которые получают и брав-ингибиторы, причём и в комбинации. Есть пациенты, которые начали принимать иммуно-онкологические препараты. Мы сегодня собрались просто, чтобы с вами обсудить вот эти вот практические вопросы и, может быть, где-то объединить усилия в назначении препаратов, в определении токсичности, в определении тактики, для того, чтобы просто нам легче работалось и создавались наши какие-то общие рекомендации, наши российские. То, что я показала русской рекомендации, это те рекомендации, которые были в 2016 году приняты. Сейчас вот будет к ноябрю этого года на московском конгрессе вынесены уже рекомендации 2017 года. И, опять же, это рекомендации, повторяю. Это не стандарт лечения. Это не стандарт... Не, как можно сказать, их можно ими, да, пользоваться, естественно, ими надо пользоваться, но они не являются абсолютно обязательными в силу разных причин, в силу того, что я уже остановилась. Спасибо. А сотрудничество хирургов и химиотерапевтов, оно, конечно, должно быть обязательно. Мало того, больной у нас достаточно часто курсирует между двумя отделениями. Хирурги, химиотерапия. Мы добились определенного ответа, добились частичного регресса. Мы зачастую отправляем хирургам, они нам помогают оперировать, мы опять продолжаем больного лечить. Мы стали этих больных лечить. Это тоже здорово. Те же больные с метастатическим поражением головного мозга. Они идут на лучевую терапию, либо это стереотоксическая терапия, либо это бывает, что и нейрохирурги помогают, но все реже и реже стали. Нам одним каким-то методом лечения этих больных, конечно, не поднять однозначно. Поэтому только в содружестве мы с вами будем добиваться определенных результатов. Спасибо. Спасибо.